А сейчас напоследок я хочу вам продемонстрировать, как выглядит подход к нашему отелю Intercontinental Hong Kong, лучшему отелю на данный момент, пока не открылся, точнее не переехал на новое место Ritz-Carlton Hong Kong, который будет в самом высоком здании Гонконга. Вот так выглядит площадка Intercontinental. Ну, там ходить нельзя, там ездят машины, такси и машины, которые развозят гостей. Там фонтан, похож на фонтан в Пенинсуле, но у нас он повыше. Вот. Пенинсула тоже конкурирующий отель, он находится буквально через дорогу, совсем рядом. Пальмы, девушки. Вот, подбираемся потихонечку. Тут уже начинает проступать вид на гавань. Вот. Уже видится, там вот спереди можно увидеть, вот начинается таким полукругом аллея звезд. Вот кто-то еще из гостей начинает выходить, гулять вечером. Ну, и вот, соответственно, мы подходим к ходу в отель. Соответственно, вот таким был сегодняшний день. Остается не так уж и много времени, всего два дня. Вот уже видно лобби, там двухэтажные стекла. Ну, в общем, все как и предполагалось. Сейчас мы войдем в отель и останется только найти какие-то лифты и что-то там такое прочее. Ну, что ж, за всем прощаюсь. Еще встретимся уже непосредственно, ну, завтра, наверное. Да? Завтра. Вот я подхожу к лифтам, уверенной походкой. Оу. Не снять коридоры. Это вот коридоры нашего пятнадцатого этажа. Вот так выглядят двери. Очень все здорово. Везде усланы очень мягкие ковры. С таким достаточно длинным ворсом. Так, сейчас... Да, и не просто номеров-то много. Отель-то огромный. Он может быть не такой высокий, как другие. Всего лишь 16 этажей. И 16-17, если это аж там двухэтажный, этот вот пентхаус занимает. Соответственно, нормальных этажей 16. Вот, у нас 15. Да, но найти наш номер, в общем-то, вот, видите, настоящие орхидеи стоят в АЗе. Найти наш номер остается та еще задачка. Здесь все-таки такой, типа лабиринта аж. Ну, я думаю, это дело привычки. У нас номер 15-18. Вот я его нашел. Давайте попробуем войти.